Это крайний блокпост, где находятся бойцы ДНР. Дальше начинается территория, которая контролирует вооруженные силы Украины. Сегодня в 9 утра раздался мощный взрыв и было видно, как в воздух взлетают детали автомобиля. Бойцы подразделения ДНР вначале подумали, что начался обстрел. Взрыв прогремел между нулевым и вторым блокпостами украинских вооруженных сил. Как оказалось, водитель минивэна решил съехать с дороги на обочину и в результате подорвался на мине на украинской стороне. Погибли три человека с ранениями разной степени тяжести. В госпитале обратилось еще несколько десятков человек. При этом украинские силовики распорядились всех раненых отправлять исключительно в ДНР. Рядом со взрывом миниавтобуса находился и Иван Семенов со своей семьей. Единственное, что я помню, что я вышел с машины, сделал 10 шагов и очнулся в больнице. То есть даже как я доехал до блокпоста ДНР, как потом помогли мне, когда доставили до больницы, я этого не помню. На блокпостах делается ажиотаж, останавливается куча машин. Возможно, человек хотел поспешить, чтобы успеть домой. Может, он куда-то спешил. Ну и случилось печальное такое, печальное событие. Ну, зачем такого было делать, я не знаю. Если уже, ну не мину, ну поставьте в ограждение, чтобы машина не заезжала туда. Специалисты уже определили, что заряд находился у украинского блокпоста. Это была противотанковая мина. От автомобиля вообще ничего не осталось. Остатки автомобиля остались там. Хотя ситуация со взрывом очевидна, украинская сторона сегодня утром попыталась заявить, что все случилось где-то на неподконтрольной ей территории. Алексей Ивлеев, Антон Щербаков, телекомпания НТВ, блокпост ДНР номер 29, Донецкая Народная Республика.